Всем привет! У меня нет доклада, как такового. У меня набор таких разных вещей, касающихся одного нашего проекта, который довольно для нас необычен, потому что у него нету... Он такой больше инициативный, чем вписанный в какую-то общую среду нашу, которую мы разрабатываем. Есть компания, которая называется NexGIS. Не знаю, знаете, не знаете такую. А, ну, проект называется QuickMove Services. Кто пользуется? Окей. Ну, да, не так много рук, поэтому я имею возможность еще раз рассказать, что это такое. Вот. Ну, QuickMove Services — это каталог и набор приложений, которые этот каталог используют. Естественно, там есть API и все тоже похожие дела. Ну, как всем известно, мы живем вверх каких-то сервисов, в том числе пространственных, и в какой-то момент мы начали в этих сервисах успешно тонуть. В том плане, что, ну, как просто время на их потребление, время на их подключение в наши рабочие инструменты, ну, для нас это GIS, так, потому что мы занимаемся GIS. Оно стало увеличиваться, хотели сократить этот оверхенд и сделать то, что называется QuickMove Services. QuickMove Services начался с того, что это просто был плагин для у GIS'а, в котором было там несколько подложек, доступных вот так вот из коробки. Вот. Это все лежало на GitHub'е, оно все как-то полу-реквестами обрастало. Этот набор рос-рос-рос, дорос до какой-то более-менее существенной базы. Вот. И превратился в онлайн-проект, в котором можно, ну, каждый может эту базу пополнить. Вопрос тоже немножко про краудсорсинг. База собирается тоже неким краудсорсингом. И для сравнения, когда мы были на GitHub'е, у нас там было, грубо говоря, там 20 pull-реквестов, или там 40, я не знаю, и люди собрали таким образом там, ну, я не помню точную цифру, но там порядка 50 или 60 сервисов. Вот. После того, как мы сделали из этого некую онлайн штуку, да, это общее количество сервисов, которые сейчас в эту базу, в этот каталог включено. Вот. Ну, если использовать такой метод, как количество скачений, то проект достаточно успешный. Последний раз я посмотрел, там у нас только модуль для QGIS, который этот сервис, который этот каталог использует, был скачен 430 тысяч раз. Вот. Ну, и там активная аудитория, мы как-то лениво пытались оценить. Вот. У нас получилось что-то типа 40-50 тысяч пользователей, которые используют это более-менее, более-менее часто. Понятно, что там будет обновление, они там по много раз считаются и так далее. Ну, тем не менее. Вот. Такой один из достаточно быстро растущих модулей и много там вокруг него всяких мелких проектов. Ну, в общем, работает это очень просто. Если вы, собственно, работаете в QGIS, для основной QGIS это QGIS, но, в принципе, есть поддержка для других, вы просто можете сделать так. Вот. И там можете сделать вот так, вот так. Вот. Вот. Ну, вы, наверное, знаете, что это все подложки TMS-сервисы, но QMS, я вот так буду дальше называть, для сокращения, он ими не ограничивается, там можно и другие сервисы заводить, VMS, VFS, GeoJSON в виде, ну, это не совсем сервис, это как просто файл, лежащий в определенном месте в интернете, тоже очень удобно на самом деле. Вот. И так далее. Ну, понятно, с добавлением сервиса просто пользователь заводит некую определенную табличку. заводит, тормозит, заполняет ее и ваш сервис тут же появляется в поиске и вы можете там сказать что-нибудь типа, что-нибудь типа такого автовокзала в Москве, передобавить, немножко подумает, подключится, посмотрит, где это все лежит, туда сходит, заберет, положит, все такое. Вот. Нас мало, вот, мы все время пытались сэкономить свое время и вот это вот положено, было рождено примерно таким способом, чтобы просто превратить работу с этим сервисом на такую гуглоподобную, как бы, штуку, да, то есть пользователь не хочет вспоминать, что там с параметрами VMS, какие там надо урлы сложные вводить, для того, чтобы этот подключить, значит, источник, это все ему не очень интересно. Вот. Он хочет просто там набрать, что ему надо, да, найти, или уже знаешь, что это такое, раз, сюда, подключить. Вот. То есть просто из каталога, это на самом деле каталог, ну, мы сами уже практически не знаем, используем, у нас такая поисковая штука, как бы, устроена. Ну, вот. Это общая информация. Общая информация. На самом деле доклад был про то, что нового появилось в этом все, поэтому я, как бы, не буду там на деталях останавливаться, меня потом, если хотите, спросите. Вот. Сейчас я расскажу, что там появилось за последние, там, пару, я не помню, какой период времени, но некоторые вещи мы никогда не анонсировали, не как-то даже не релизили, поэтому я решил, что будет круто их в одно место собрать и так далее. Ну, во-первых, самая такая большая последняя, совсем последняя новость, это то, что все заработало под третий QGIS. Не знаю, пользуетесь вы им или нет, мы ему не пользуемся, но когда он зарелизился, как бы, это было, там, месяц где-то назад, нас просто замучили просьбами, как бы, QMR-спортирования, потому что, я говорю, 400 тысяч пользователей, 400 тысяч скачиваний, там, 50 тысяч пользователей, это довольно страшно, потому что они, как бы, он бомбардирует через все каналы связи вас, просто через все чуть ли не домой звонят и спрашивают, а когда QW забудет QGIS 3, поэтому мы, как бы, вывернулись из этой ситуации, заработали на этом немного денег, устроили краудфандинг, собрали денег, в общем, сделали себе что-то приятное и пользователи, собственно, квартиры, я вам даже не буду показывать, потому что там у меня его нет. Вот, я сам сижу в, то, что называется, LDR, вот, это первое. Второе, то, что довольно важно, и на самом деле, такой, про краудфандинг тоже такая история, понятно, что все такие проекты очень быстро превращаются во что? Свал! Свал! Да? То есть, если вы даете людям что-нибудь куда-нибудь вписывать, они, конечно, начинают там устраивать какое-то непотребство, вот, и непотребство в связи в том, что пользователи, как бы, которые заводят все эти сервисы, там наша вина тоже есть, потому что мы не очень, как бы, удобно это все сделаем, ну, улучшаем, естественно, все такое, вот, ну, куча возможностей для того, чтобы что-то не то ввести, что-то, не знаю, ввести и так далее, и, в общем, свалка украшается в том, что куча сервисов не работает. Если так полистать, то, а, ну, и, собственно, первый, как наш такой ответный шаг, как бы, в этом направлении, это завести то, что называется мониторинг. Вот, мониторинг — это просто регулярная валидация всех сервисов, которые кто-либо завел в QMS. Вот, если обращаем внимание, в углу каждого, как бы, сервиса появляется такая такой индикатор, да, который говорит, works, работает, или, можно сказать, там, проблемно, да, то есть он может работать, а может не заработать, вот, или совсем, вот, что-то все работает, даже подозрительно, да, или сказать, вот, вот этот слой на самом деле не работает, вот, и вы можете зайти на эту плашечку, не обязательно должен быть ваш сервис, любой сервис, вся эта штука, она открытая, сейчас публичная, вообще публичная история, вот, и он даже скажет причину, да, что там, тайм-аут случился, или там пользователь неправильно и на слой WMS ввел, еще что-то, еще что-то, ну, мониторинг, короче, вот, это та же самая тема уже в клиентских приложениях для QMS, которые потребляют это API, используется, те же самые, как бы, индикаторы, и вы можете там, я не знаю, там, давайте введем OpenStreetMap, посмотрим. OpenStreetMap, посмотрим, сколько из этих сервисов не работает. Ну, что так, три штуки, да, вот, ну, понятно, что можно там отсортировать, тут же посмотреть только работающие, в общем, борьба с пользователями продолжается, в том плане, борьба со свалкой, как бы, наш первый, как бы, по ней удар мощный, это такой вот мониторинг, вот, пока мы не, как бы, распространяем информацию, не даем пользователю подробную информацию, как его сервис полидировался, ну, в принципе, это тоже довольно, мне кажется, интересно для авторов и монтейн, ну, как бы, людей, которые пользуются, сервисы публикуют, она будет постепенно там тоже выполняться, она есть, просто в баде еще не выводится. Вот, это первое. Второе, то, что мы тоже очень-очень давно хотели, наконец, доделали, это, это границы сервисов, то, что называется границы сервисов, географически имеется в виду границы сервисов, потому что, ну, хорошо, мы заводили кучу сервисов, да, но нам хотелось бы иметь возможность знать, какой у них охват, что они, чему они вообще отвечают, потому что понятно, что глядя просто на список, можно, конечно, сказать Бразилу, да, и посмотреть, что там по Бразилии люди сюда заводили, да, и тут какие-то сервисы, но, как бы, что это, какой-то город Бразилии или что, ну, короче, информации о географии нет, не было, не было до недавнего времени, до недавнего времени, сейчас она появилась, и опять же, при заведении пользователя, при заведении сервиса, пользователь, создатель сервиса, это может быть любой человек, у нас, видите, есть такая проверка, это не фича, а баг на самом деле, что он довольно долго открывает это окно, но нетерпеливо и сразу отваливается, очень хорошая, очень хорошая вещь, вот, пользователь может там сказать обзор и завести какой-нибудь, здесь файл geogson, а это появилось вчера, так что это, типа, такой совсем горячий лист, вот, и что это дает, что это дает, понятно, что это все тоже доступная информация по API, и мы можем взять и уже сделать не просто, там, поиск по названию, а поиск по географии, вот, это сделано таким довольно интересным способом, есть кнопка, фильтр по охвату, и вы можете перемещаться по карте, вот, и оно будет, на самом деле, искать, видите, оно все время обновляется право список, вот, и дальше, если вы, эти сервисы отсортированы по масштабу, по площади охвата, вот, и вы можете посмотреть там, ну, грубо говоря, какую территорию этот сервис покрывает, да, вот, ну, там, я не знаю, там, вы интересуетесь каким-то там Будапештем, берете, разумитесь, и более подробно смотрите, что там, не, ну, Будапешт есть, опа, там какие-то, ото, фото, давайте попробуем ничего не добавить, вот, у нас добавился сервис, какой-то сервис, вот, ну, понятно, что это не просто, как бы, предлагается, что вы знаете, что вы добавляете, ведь пользователь не очень корректно сделал охват сервиса, ну, завел по одному из кусков, ну, естественно, что сервис меняется, сам сервис, собственно, первичный, да, ну, давайте что-нибудь заведем, давайте что-нибудь по Москве заведем, потому что Москва расстраивает, ну, и вообще РФ, потому что тут как-то у нас пусто, пока с геометриями, и, ть-ть-ть-ть, он туда куда-то зажмелся, а значит, этот проект закрывается с УФ, имеем дома? Ради пола. Может, он закрылся прямо сейчас? Да? Отлично, вы все время будем использовать, спасибо за такую возможность. Ну не суть, если мы займемся в Москву, то у нас тут довольно не густо, скажем прямо, один сервис здесь есть, заведен с геометрией, это не значит, что здесь нет сервисов. Да, лирическое отступление на Москву, а как еще применяется эта штука? Она, ну недавно мы сделали такой тоже, тем временем использую сервис, сам себе надоел, тоже такую штуку, которая работает с данными портала открытых данных города Москвы и она опубликует данные портала в удобном виде через QMS. Это приводит к тому, что вы можете получить доступ к этим данным через QGIS, ну буквально за секунду, ну допустим мы здесь посмотрели, во фронтенде, можете здесь смотреть, можете там, не важно, там по Москве что есть, не географический, а атрибутивный поиск. Ну видите, о, типа по Москве так много всего на самом деле, ну давай, авторокзалы, любимые авторокзалы, авто, там надо с поиском, конечно, немножко пооптимизировать еще. Вот, что там с авторокзалом? Раз, я авторокзал. Вот, и, собственно, да, еще раз, зачем это нужно, да, вот такое удобное представление, удобный доступ к вашим данным из любого места, да, везде, где у вас любви установлены, так далее. Вот, ну не суть, давайте попробуем взять и вот те самые авторокзалы отренактировать и добавить им какой-нибудь охват, ну там сделаем так, скажем, выплаты лэпболочки, конвекс, конвексные полигоны, по-русски, авторокзалы и, ну вот, тест, любимое название этого всего, конвексный полигон. В этом инструменте нельзя, просто его сразу-таки OG-сон, поэтому придется вот так немножко кривовато пересохранить. Раз, идем сюда, спасибо, пускай, что запустился. Так, и говорим, возьми этот OG-сон и сохрани изменения. Вот, он сохранился, до свидания. Вот, и, по-моему, надо еще раз поиск делать, ну давайте, авто, окей. А, то, окей. А, то, окей. Чао. Ну что, таким. Вот. А, ну да. Фильтер-попад включили. Фильт. И? А, он, наверное, неправильно валидировался. Вот, видите. Вот, это не очень важно на данный момент, но там не суть. То есть, если этот фильтер включить, то вот наш только что введенный охват он появился. Ну и заодно еще там киток на таких же немножко ущербных сервисах. А, ну и мы можем уже прикинуть там, что за данные. Даже не глядя на данные, прикинуть, как они там, как охваты выглядят. Понятно, что там есть API, чтобы это периодически обновлять. И, в общем, все нормально. А, так. С географией все. Последнее, что появилось, опять же, для тех, кто следит за этим вещь, за этим проектом, появились субдоменные ссылки, субдоменные. Ну, кто знает, ссылка на TMS-сервис, да, она генерируется таким хитрым, может генерироваться таким хитрым образом, когда вы вводите в нее свитч, и свитч говорит, ты можешь тянуть тайлы с многих разных источников. Вот этого до сих пор не было, это тоже буквально несколько дней назад появилось, и то, что мы обещали как бы сообществу хугисов, вот наконец сделали, теперь можно такие сервисы заводить, и они будут работать в клиентах Хугисе и там других клиентов, которых на самом деле не один. Вот, если пойти на главную страницу, то там будет некий перечень, да, есть плагин для Аргиса, ну и наши собственные там разработки, они тоже все эти сервисы умеют потреблять. Все, у меня все. Если какие вопросы есть, задавайте. Максим, я правильно понимаю, что вы сделали штуку, которая, по идее, стоит на миллион долларов, вы предлагаете ее все в абсолютно бесплатно? Нет, ты можешь нам заплатить всего лишь. Ну, как тебе сказать, я не знаю, сколько она стоит, сколько нашего времени, я могу тебе сказать, сколько она в будущем будет стоить, я тоже не знаю. Ну, у нас есть, хорошо, коммерческие планы, да и про этот вопрос. Два коммерческих плана на данный момент существует. Первый коммерческий план сделать это все бесплатно, это шутка. У нас есть долгая история, которую мы никак пока не реализовали. Приватный сервис. Что люди просят каждый день? Что люди просят каждый день? Они просят, а можно там опубликовать сервис, но так, чтобы он доступен был только мне и моей команде, потому что у меня там API-ключи и всякие там логины и пароли, ну естественно, да. Но это очень удобно, круто и так далее. Мы говорим, единственный способ, которым вы сейчас можете это сделать, а вообще опубликовать такой сервис, это включить в URL ваши креденшиалы, да. Ну, он падает в осадок от такого предложения и уходит. Вот, потому что понятно, что это не секьюрно. Вот, то есть приватные сервисы, это будет просто все то же самое, только вы будете логиниться на клиенте и вот этот список будет дополнен вашими сервисами. Ну, вашими сервисами. Это первый план. А второй план у нас есть такой, не очень понятный, пока до конца, но вот тут видите, у него есть такой предвестник. Это вот такая плашечка внизу. Вот, плашечка на самом деле пока очень скромная, она просто говорит спасибо тем, кто, значит, поучаствовал в нашей краудфандинговой компании. Все молодцы, круто. Вот. А на самом деле хитрость в том, что эта плашечка, она подтягивается тоже из интернета. Мы можем менять, не переделывая релизы приложений, не переделывать эти сообщения. И, как бы, есть такая тема с Feature Services. То есть, люди пришли и говорят, окей, у меня новый проект. Хочу, чтобы все увидели вот эту штуку. И он нам дает денег или что. Вот. Мы туда ставим эту... То есть, технологический бэкэнд как бы под это уже под пределом, что называется. И 50 тысяч пользователей видят ваш сервис и щекают по нему там, и что-то получают. А, ну, собственно, видят его и так далее. Ну, то есть, типа реклама, да. Вот. Насколько это реализовано будет, я пока не знаю. Я вам реально, как бы, некую такую вещь in progress как бы рассказываю, как это будет. Ну, приватные сервисы будут тоньше. Они там в каком-то виде уже пилятся. Вот. А с этим, ну, пока подумаем. Пока это вот такая информационная как бы штука. Вот. Ответил на вопрос. Не знаю. Заработали ли мы на этом миллион долларов? Я уверен, что заработаем. Вот. Не факт, что мы в этой жизни. Ну, на чем-нибудь другом, может, заработать. Там есть сервисы, макс, кроме приватных. Есть сервисы, которые просто доступны за деньги. Они приватные, но они доступны. А не приватные, но за деньги. Ну, это... Ты имеешь в виду, украл ли кто-нибудь сервисы других компаний, вставил ли он их в QMS? Может быть, там есть пользователи, которые в этой компании. Ну, отчасти, как бы, я ответил на этот вопрос. В принципе, ты можешь завести такой сервис, но тебе придется засветить свои креденшалы. Я не верю, что ты сейчас, как бы, хочешь это делать. Поэтому, в принципе, теоретически, технически такой сервис там появиться может, потому что если у вас там авторизация, которую можно передать в Урле, да, ты можешь так сделать. Вот. Ты можешь его опубликовать, он будет показываться. Вот. Давайте пример такого сервиса посмотрим. Он не совсем про это. То есть, не совсем этот пример. Ты можешь ввести уфон в LMA, который я заводил. А, да? Ну, вот. Ну, я хотел бы просто Digital Log показать. Я не знаю, какая у него политика, но вот кто-то взял и завел такой Digital Log. А, я знаю, кто это я был. Почему я его завел? Потому что он был уже доступен в таком наборе сервис, который OSM Lab называется, поэтому я подумал, ну, если там он есть, у нас это тоже может быть. Вот. Но если посмотреть на него внимательно, да, то там есть такая вещь. Вот. И понятно, что это, как бы, ну, некоторые сервисы, которые таким образом тарифицируют, вы можете попасть на деньги, как бы, да. Кто-то опубликует с вашим токеном ваш сервис, и ему начнут приходить, ну, он станет очень популярным, все его ставят подключать, и этому человеку начнет приходить какой-то счет. Вот. Пока таких не было штук, ну, естественно, у этого всего есть некая защита от дурака, правообладателей, кто-то, они могут сказать feedback, license violation, сервис, там, не знаю, срочно уберите, подтвердиться, и, естественно, это все будет каким-то образом разрулено. То есть такие механизмы заложены. Вот. Поэтому, я не знаю, я, наверное, не ответил на твой вопрос, но как-то вот вокруг, вокруг этого. Вот. Вот.